Всех приветствую, дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее. Я приготовил несколько улучшений для своей страны. И несмотря на то, что мы сейчас ведем аж три войны, эти улучшения ни повод не применять. В каких провинциях можно кое-что построить. Например, вот это вот дело. Так как денег-то у нас много, тут у нас есть места, которые можно озолотить. У нас есть очень развитая Малвийская провинция. Я бы здесь мануфактурку тоже построил бы. Потом вот здесь построил бы мастерскую. В Пегу мы разрушали крепость. Настало время ее заменить той же самой мастерской. Вот тут тоже можно построить мастерскую. Я себе даже выписал, в каких провинциях и что собирался строить. Вот, в принципе, мы это и сделали. Ай, такс. Плод и армии. Некоторые войны мы можем закончить уже близки к тому, чтобы их закончить. Ой, 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 ой. 51, было 70. Где деньги? Куда, куда деньги полетели? Мы на что-то тратим много денег. На искоренение коррупции и на содержание армии. Ладно. В принципе, не проблема. Это нормально. Там сейчас главное... Хорошая новость. Ожидаемое событие. Давайте разобьем этих претендентов. Это одно из восстаний в наших субъектах. Оно и должно было случиться. Нам надо вывести Эфиопию из войны, чтобы мы оказались один на один скилвой. И надо перетащить свою армию, чтобы осаждать Ирак. Так, уже начали наши войска. Можем сюда, можем сюда, в Высокогорье пойти. Пока захватываем крепость, как раз и Высокогорье отхватим. Одна крепость есть. Отдадим эту крепость Персии. 111 дукат Персии выплатить. Может, пусть Персия переживет банкротство. Хотя, конечно, Персия хорошо перекрещивает вот эти все территории. Если она будет банкротом, то вряд ли она будет крестить с таким усердием. Хотя, вон сколько банкротств уже пережил Гуджарата, кажется, нормально работает. И даже, мы нарекали на вот этого пацаненка, даже он провинцию за провинцией обращает в индуизм. Что нам нужно, чтобы вывезти из войны Эфиопию? Осадить их в столицу. Потом, всецело, займемся килвой. Она, в принципе, является нашей целью. Целью этой войны. Так, молодцы, уходим отсюда. 28. Давайте, наймем пехотки, чтобы тут 14-тысячная армия не страдала. Так, еще одна колония готова. Я так понимаю, мы теперь за колонией не будем платить 8 дукат. А сколько этой колониальной автономии осталось для полного счастья и для купца? Это у нас Рюкюанская Юкон. 8. Две колонии осталось. Мы как раз и отправили. Вот колония и вот колония. Они только-только начали взрастать. И мы получим экстра купца. Как соль экстра, только тут купец будет экстра. Какие-то дипломатические выпады. Да. Если бы вы знали, насколько нам на это плевать. Так, снят командующего. Мне этот парень понадобится... ...далеко в чужой стране. Мне нужно, чтобы он открыл вот эту вот территорию. Я хочу видеть, кто здесь живет. А вы идите вот сюда и выплывите вот сюда. И да, мы Соколаве тоже можем войну объявить. Так, наверное, так и сделаем. У нас тут 24 тысячи. Зачем они простаивают? Их либо в килл высаживать, либо воевать. Давайте пока эфиопскую силу разобьем. Чтобы они никогда не воссоединились. Встанем в горы и там, и там. Я бы какую-то войну закончил, но я понимаю, что мне надо Ирак. Поэтому нет. Эту войну я точно не закончу. Что же делать тогда? Тогда надо объявлять войну Соколаве. Сразу пойдем в столицу. Не будем терять ни секунды времени. Понятно, что у них у всех есть корабли. И они могут немножко мне помешать. Своими флотилиями и силами. Ну, придумаем что-нибудь. Есть, столицу захватили. Теперь очень важно, как можно быстрее захватить. Даже не так. Вот вас вот сюда. А вас вот сюда. Вот эту крепость и встать на территорию этих самых. Не, мы в Ирак придем отсюда. Через крепость. Династический брак больше не действует. Не страшно. Гандванские сепаратисты и широкая автономия. Побежали. О, на этом мы быстро склепали шпионскую сеть. Несколько даже претензий можем сделать. И кого еще будем обклепывать претензиями? Так как мы открыли новую страну. А колониальные автономии для нас очень важны. Что это за колониальный регион, интересно? Это все колониальное Перу. И есть часть Лаплаты. Можно еще с вот этими индейцами повоевать. Только на них надо шпионскую сеть наклепать. Киллочка к нам не решила высадить войска свои. Было бы очень неприятно, если бы решила и осуществила свой замысел. Такс, этот хочет династический брак. Не надо Магулистан, извини. Никаких Динбраков. Такс, плюс одну провинцию. И, пожалуй, скоро сформируется автономия. Это хорошо. Давайте в эту провинцию встанем. Мы тут поразрушали все? Типа поразрушали. В общем, будем готовы с этими повоевать. Но помним, что вообще-то мы рискуем. У нас военная усталость растет. И всякая такая фигня. А я не хочу растрачиваться на снижение военной усталости дипачками. Я лучше в развитие эти очки вложу. Табаристан тоже воюет с Шабаром. Кстати, мы воюем с Шабаром. По идее, получаем проход через Табаристан. Давайте посмотрим. Она пока не хочет мира, но как только их столица пойдет, я думаю, что они согласятся на перемирие. Нам очень надо, чтобы вот эта крепость пала. Оу, отлично. Просто превосходненько. Пусть идут. Куда они высаживаются? В холмы в Кокане. И когда они там высадятся? 28 мая. Сейчас 13 мая. Может, мы даже успеем их перехватить. Своими 15 кораблями. А это даст время подойти нашим силам. Готовься, Гуджаратик. Так, у нас тут знакомые и незнакомцы. Я бы, конечно, подвел еще больше сил, но я думаю, что я справлюсь с кораблями. Наши фрегатики не лыком шиты. Мощные. Если нам удастся потопить кое-какие корабли, то считайте, на этом их великие планы с треском провалятся. Пойдем куда-нибудь сюда. Есть готова еще одна провинция. Просто больше сил. Такс. Бутуан. Бутуан. 859 поселенцев. Ну, конечно же. Пласс 1 колони. Отлично. Еще и активирован модификатор. То есть, при всем желании, если мы хотим продолжать делать по 3 колонии, мы можем отозвать отсюда колониста и отправить его помогать тем, кто не сможет. Ну, точнее, где мы завоеваниями не сможем сделать 10 колоний, где придется делать их колонистами. Где там эти колониальные регионы. То есть, вот тут вот. например, можем соединить их через вот это. Ну, дружище, я, конечно, не уверен, что ты будешь нормально работать. Ой, а тут я, конечно, уже делал такие вещи, и обычно наемники не получаются. Давайте попробуем. Если там наемники не получатся, то... Есть вариант не убивать их. Есть вариант отступить, и пусть они высадят свои 13 тысяч. Это будет крутое разбитие вражеской армии. Крутой, хороший и мощный счет. Так, что мы дальше будем? Сокота, Пвусулу, Плихаддату. 0,6, а тут 0,7 за 27 месяцев. А тут 0,6. Давайте. Отлично. Килванские армии должны где-то тут и погибнуть. Так, у нас шпионская сеть. Готово. За что мы будем воевать? Я бы даже предпочел воевать за их столицу, полную золота. Все равно это война за колониальной автономией. Так, Ирак хочет мне что-то по миру предложить. Меня устроит только если ты отдашь все провинции. И он готов это сделать. Даже готов нам приплатить. В принципе, ну что я еще от него могу потребовать? Его территории изолированы. Могу заставить его платить репарации. Могу забрать вот эту провинцию, чтобы передать ее потом Персии. Или сразу выставить ее Персии и передать ее Персии. С другой стороны, повод повоевать с Ираком, благодаря тому, что его вот эта провинция рядом. И не надо платить дофигища очков. Три провинции Персии. Дорожка у нас есть. Вот эта территория, правда, вдалеке. Все. Персия стала крупнее. Теперь мы можем заключать перемирие и с Шамаром. Нам не обязательно сюда никуда прорываться. Так, разве что крепость осадить. Но это тоже больше... Чувак побежал. Хм. Я не могу оставить тебе твою армию. Эта армия стала немножко меньше. Рекрутов у Килвы нету. Так что если... Ну так, это вообще хорошая была такая победка. Удар по ним. Такс. Успокоить местную знать. Выплатить 109 дукат. Это копится. 60. Успокоить местную знать. Копится. Копится, копится, копится. Ладно, уходим отсюда. Мы передадим только те провинции, на которые претензии есть. Мы, конечно, могли бы взять и больше провинций. Такую дорожку своеобразную сделать. К Раку. Кстати, надо будет над этим подумать. Все. Влотилия уплыла. Хорошо. У нас появилась еще одна колониальная автономия. Вот это вот. И нам осталось только лиму национализировать, чтобы и вот это стало колониальной автономией. Мы выполним тогда задание на сверхрасширение. Меньше определенного лимита. Как я мог. Блин, я знаю, как я мог. Так надо было. Август 59. У нас там с кем-то перемирие заканчивается 59. С Синдом. Ну, у Синда мы вообще потребуем что-нибудь. Это будет проще. Так, сойдем сюда. Давайте теперь потребуем Ушамара. То есть вы хотите сказать, что нам надо будет все равно захватить эту провинцию, чтобы ее потребовать. Я просто хочу ее сразу перенаправить прямо в Персии. Ага, видимо, так и будет. Тогда прибережем нашего дипломата для Эфиопии. Столицу которой мы все пытаемся, но никак не можем захватить. 64% Серьезно. Может тут восстание давим. Что? Что? Субтитры сделал DimaTorzok Гандванские сепаратисты Если мы уменьшим военную усталость, то они не восстанут Это 19 тысяч неприятных парней Как бы у нас есть дипломатические очки для этого Поэтому мы так и сделаем Думал я, что они не восстанут, но нифига На самом деле еще как восстанут 78, да ты серьезно? Маха Касал Где этот Маха Касал? Побежали, он далеко Ну и эти 12 тысяч Плюс, но это не наша проблема Там Йеменские сепаратисты еще есть Маджапахитские сепаратисты Как клево, да, когда нужно сделать вот так вот И вот ваша проблема, пожалуйста, разбирайтесь с ней Но правда Маджапахитские сепаратисты Очень даже проблемно выглядят Так, столицу мы взяли Крепостей у них вроде бы нет Если бы мы захотели, мы могли бы заключить с ними перемирие Но воевали мы за определенную Вот за эту, по-моему, провинцию Сейчас ее захватим Будет возможность перемирие заключить Быстрее всего и больше всего Я хочу заключить перемирие с Эфиопией Ее армия самая большая в этой войне И мне совсем не обязательно с ней воевать За доставленные нам моральные неудобства Я заставлю ее платить репарации Разорвать союз с Киллой Но ничего у нее не потребует Что нам надо, чтобы избавиться от этого черного квадрата? Надо высадку здесь делать Но мы помним, что у нас там, по-моему, маджепахитские сепаратисты есть, да? Давайте 22 тысячи сюда посадим А вот эти армии приведем куда-нибудь сюда И отсюда, возле столицы их поставим Так, с 31 день можно спокойненько воевать Точнее, готовиться к восстаниям Так, хочу, чтобы ты прошелся Чтобы мы видели, что из себя Эта страна представляет Что там играет этот чертов мин? Что он там играется? Так, 49 Давайте 12 тысяч сюда 12 тысяч сюда Мы заберем то, на что у нас есть претензии Нам от Соколавы много не надо Но 560-й, 22-го июля А сейчас декабрь 59-го Если подождем, то могли бы выполнить Если заберем, придется национализировать Я думаю, полгода мы можем подождать Не облобимся Вот этими вот ребятами Сделаем высадку И подготовим плацдарм Для захвата столицы И раз полгода нам суждено Фигней страдать Давайте поулучшаем отношения С каким-нибудь по гору юнгом Так, знаете, что мне интересно? 65-й, 84-й, 71-й То есть 5 лет еще ждать Ну, с приростом в 1 мы можем 5 лет потерпеть Синт против Белуджистана Хорошо Интересно, тут крепость Ммм, у них малинские сепаратисты Замечательно А у нас возможность взять набожность И получить скидки на технологии Веротерпимость к истинной вере Позволит нам избежать восстаний Так как она даст еще больше порядка В провинциях с нашей верой То есть скидки на технологии Тоже крутая штука Может быть какие-то восстания из этих И не случатся Так, ну что, начнем высадку Мы воюем с Килвой за Ибо Вот там вот и высадимся Теперь нам армии хватит Чтобы Разбить Киллу Давай, захватывай Я в тебя верю Есть, ура Чувствовал, что именно сейчас Оно и захватит Дорожка у нас теперь есть 560-й Это не повод расслабляться, конечно Что у нас тут? 63-й Табористан Малва 65-й Персики, персики И надо посмотреть, что о нас думают Мы тут могли многих разозлить Да не, вы знаете, нормально Хочешь дорожку? Можешь взять дорожку Было бы неплохо отдать им эти крепости Пусть фабриковали бы претензии на Ирак И раскормить их до Ирак То есть между нами Османской империей Ирак Это не крепость Хорошо Помним Чуть-чуть подождать Нам надо чуть-чуточку О! Гондванские сепаратисты уже не восстают Хорошо Не зря трудились Соколава хочет мира Сначала Шамар У нас есть дипачки Чтобы заключить такое перемирие Которое мы хотим А, Багдад Багдад, Багдад Я не на ту провинцию смотрю Вот эту она сможет национализировать Шамара, Ютия, Йемен, Синт, Бенгалия Можно, конечно, не спешить Тоже пожалеть свои дипачки Нам будет на что их тратить Если будем спешить То Все равно Осман не придет И не заберет эти провинции Сказал я А потом Раз и такой Осман приходит И забирает эти провинции Правда, как я сфабрикую претензии на Багдад Как я заставлю Персию сделать это Сложный вопрос Сложный вопрос А так Дорожка к Багдаду уже готова Персия может не захотеть этих претензий Тогда серьезные места уйдут Есть вариант взять две провинции себе Сфабриковать претензии над эти три Передать их Персии И тогда дорожка будет Есть такой вариант А есть вариант Отдать Персию вот эту крепость Чтобы уже не осаждать ее И потом просто пройтись по вот этим провинциям Это не требует так много очков И не генерирует так много агрессивки Если мы захотим То мы сфабрикуем претензии вот сюда Без проблем Персия, Персия Ну у Персии не было шанса Фабриковать претензии Она могла бы Но она же сюда не достает Наверное не будем спешить Даже если осман сюда прорежется Так куда нам спешить Зачем нам По агрессивку копить Нормально Сколько? 19,2 Отлично Персия получила Свои крепости Мы можем поставить Вот так вот Пусть фабрикует Она свою силу тут получила Плюс Ей есть работа Так как у нее религиозная Пусть перекрещивает Это все дело Сколько мы тут агрессивки? Ну так Побожно Очень побожно Если бы взяли до Багдада То было бы больше И было бы страшнее А так Персия Со своими крепостями Будет постоянно на грани Банкротства Мы будем выплачивать И займы Уплачены наши долги 64,4 Правитель усмирен 59,8 74,79 Следующая Соколава На очереди Идем сразу Осаждать Бухара Начала Против Табориста На войну Слабеньких Бьют А мы ждем Апреля Или какого месяца Мы ждем Июля Осталось до июля Совсем чуть-чуть Мы можем Сфабриковать И можем даже Начать воевать Такс 11,13 Это все еще Колониальное Перу Так что да Давайте Там даже все равно На что фабриковать Все иди сюда Только одна претензия Нам и нужна Потом Ну вот этих Пофабриковать Чтобы их Да есть Тут человек Контрашпионаж Работает 0,97 Да Контрашпионаж Так 1560 Это нам надо Нашамарчик Опять Фабриковать Претензии Чтобы Передать Перси Эти претензии И Отправиться Воевать Или на Йемен Сфабриковать Претензии Да у нас Перемирие В 65 Так как Персия Вряд ли На Йемен Сфабриковала Претензии Не сфабриковала Нам придется Самим Ей Эти претензии Втюхивать Табаристан Всегда Претензии Есть Малва На Малва У нас На одну Провинцию Есть Претензии Так что Отсюда Не надо Фабриковать Давайте Ребята Сюда Сейчас будем Перевозить Войска Чтоб Они тут Сражались Претензии Там Что-то Восстающее Захватило Не буду Его трогать Так 52 Сулу 22 Давайте Вот это Оооо-ооооо Это приятно Сколько у них тут войск? Да, у них хватает войск, нормально Если что, могут дать жару Ну и у меня тут много войск Если что, тоже можем постражаться Плюс я контру все их Готово, значит в конце месяца образуется автономия И мы как раз сможем договориться с Соколовой Рекуанское Перу Готово Дипломатическая репутация Готово Теперь у нас еще одна колониальная автономия Которую можно раскормить И это не маленькая колониальная автономия Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь провинций Восемь, девять, десять От купца нас отделяет совсем чуть-чуть Лимбуван Это где? Что же вы нам предлагаете? Тухлятину С гнильцой Ладно, давайте с Соколовой заключим перемирие И будем на этом заканчивать Вообще хорошо получается Мне нравится как идут дела Там где-то должны быть крепости Сейчас мы их отыщем Смотри, Соколова Хочу от тебя вот это Хочу от тебя вот это Самые дорогие провинции И никто за тебя не вступится Можно было бы потребовать еще Но Все это стоило бы лишних очков А у нас очень скоро будет хороший казус Белли Так что мы на них репарацию повесим Торгового влияния у них забирать не будем пока что Итак, очень хорошая провинция мы у них берем Так, давайте посмотрим сколько развития Шестерочка, пятерочка, четверочка Может я пожадничаю Может сделаю вот так вот 29 на 100 Это не так уж и много Пара воин Хотя куда спешить Куда спешить Необоснованные требования накаляют обстановку Хотя мы со всеми с ними будем по КД воевать Так что Ни в какую коалицию против нас они не вступят Отправим требования Соколаве Соколова согласна Отдать нам провинции Мы сейчас это все дело Красивенько Занационализируем И даже если надо перекрестим Теперь через 31 день можно будет заключать перемирие И с Килвой Забирая Хотя нет С Килвой мы еще столицу должны у них забрать 4-14 Ой, я боюсь конечно этого флота Столицу должны забрать И парочку крепостей тут И у Килвы в этом регионе Ой, мы наверное заберем провинции На которые у нас претензии Они большие И наверное вот эту вот линди заберем А от линди потом сделаем претензии вот сюда С купцом подождем С торговой компанией Вот эти вот провинции Они тоже большие 13 развития Ну вот эту провинцию хоть сейчас можно забирать Мы наверное ее и заберем А вот эту провинцию брать пока не будем Тут вообще 29 развития То есть продумаем Как это умнее сделать Сколько от нас отвалилось 1773 развития Все В Америке мы больше ничего себе не возьмем Все что в Америке берется Будет доставаться колониальным автономиям Наша цель сделать эти автономии Большими И экстра сильными 130-127 А сколько мы платим за превышение лимита 3 дуката За двоих воинов Ну это как бы не смешно Чувак нам нужен только для того Чтобы здесь было тихо и спокойно Не хочу платить лишних 3 дуката Давайте уберем вот этих вот наемников И не будет у нас лишней переплаты Хорошо друзья Вот что нас ждет еще С кем мы повоюем Давай выходи отсюда Потом по перемирию с ними Хорошо что у нас тут есть вот эти вот ребята С вот этими вот повоюем Заберем их золото Раскормим наши автономии Чтобы были мощными И будем сражаться С Дели Будем раскармливать Персию Забирать себе Африку Золотой Рог Вот этот весь Тут тоже посражаемся для себя И потом будем готовы идти дальше В Большую Орду Московию Османскую империю И так далее Всем хорошего настроения Друзья На этом Дважды сохранюсь Чтобы точно Я с вами прощаюсь Удачи вам